Тазики, тряпки, капли с потолка. Для жителей дома номер 17 по улице Шевченко эти предметы давно стали первой приметой весны. В этом году потолки протекли даже на предпоследнем этаже. Мы обратились в ЖЭК 2-го числа, 2-го марта. Никаких-никаких сдвигов не было. Нам говорят, ставьте тазики, ставьте тазики. Какие тазики, говорим? У нас на розетке всё течёт, на розетке замыкание будет. Нам что делать-то? Ничего не знаем. Найти место протечки и залатать его коммунальщики смогут только при хорошей погоде. Но проблема гораздо серьёзнее. Всё дело в ветхой кровле, которую капитально ремонтировали более 20 лет назад. Поэтому она постоянно протекает. Потёки видны не только в квартирах, но и на недавно покрашенных стенах подъездов. Ни разу не было никакого ремонта, кроме косметического. А что толку делать косметический ремонт фасада или чего? Если у нас крыша, постоянно, каждый год течёт. Посмотрите вот, пожалуйста, на фасад. Тут грибок завёлся у подъезда. Там всё мокрое, вон, все углы. В квартире тазики стоят. Жильцы постоянно звонят в управляющую компанию с жалобами на протекающую крышу. Как пояснил главный инженер центра ЖКХ, сотрудники регулярно ремонтируют кровлю. Но заделав брешь в одном месте, через некоторое время они вновь возвращаются на эту крышу, чтобы латать в другом месте. Невозможно после выполненных работ по текущему ремонту, по предыдущим протечкам, гарантировать, что на будущий год это не потечёт опять, если рядом материал, который уже свой срок отработал в два и более раза. 17-й дом по улице Шевченко построен 62 года назад. Последний раз капитальный ремонт крыши делали в 98-м году. Следующая реконструкция кровли запланирована на 2043 год. Ещё 20 лет с протекающей крышей жильцы не выдержат. Поэтому они хотят обратиться в фонд капитального ремонта, чтобы перенести сроки. С точки зрения материальной выгоды и сокращения времени сбора всех документов, ну и инициировать этот вопрос, наверное, удобнее всё-таки органам местного самоуправления. По словам Константина Зайцева, это позволит сэкономить на оплате экспертного заключения. Также жители дома имеют право на возмещение убытков при протечке крыши, если от этого пострадала собственность владельцев. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.